Приветствую вас, и как вы, наверное, понимаете, что-то с вами произошло, не случилось внезапно, не случилось вдруг. Что-то с вами произошло является следствием течения обстоятельств, развития событий. Событий достаточно определенных, событий достаточно направленных на то, чтобы произошла в итоге такая ситуация. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент это то, что вам в 19 лет встречаться, а вы начали 3 года назад, значит начали встречаться в 16. Не нужно напоминать или говорить, что в 16 лет вы были детьми. И за это время, за 3 года, по сути дела, из детей подростков вы превратились во взрослых людей, в современнолетних взрослых людей. Что изменилось? Изменилось все, начиная от вашего внутреннего мира ощущения, заканчиваемых ценностями и жизненными ориентирами. Но самое страшное заключается в том, что эти изменения можно было бы пережить, если бы не постоянно люди, которые начали встречаться в реальной жизни, И в силу вашего возраста, в силу активного становления, взросления и изменения ценностей, нет ничего удивительного, что мужчина понял, что бороться за отношения он не готов. И тут, к сожалению, вступает в силу тот факт, что мужчины взрослеев становятся серьезными гораздо более позже, чем женщины. И если вы в свои 19 лет уже осознаете то, что вы хотите, куда стремитесь и все, то мужчина является ребенком. И именно тот факт, что он является ребенком, на данный момент определил его поведение. Ведь для того, чтобы с вами быть вместе, сквозь расстояние, сквозь препятствия, преграды и так далее, нужны усилия, нужна преданность, нужно терпение, выдержка, вот. Все это у мужчины, к сожалению, отсутствует. Почему? Потому что человек не захотел бороться за ваши отношения. Во-первых, он начал общаться с другими девушками, потому что ему не хватало женского внимания. Ему не хватало женской ласки. И самое главное, он перестал чувствовать себя мужчиной. в том количестве, в котором ему нужно было это. И он начал искать недостающие звенья своих потребностей на стороне. Не у вас. О чем это говорит? Конечно, это говорит в первую очередь о том, что мужчина думал о себе. Не о вас. Не о ваших отношениях. Не о вашем будущем. Он думал лишь только о себе. И потому, то, что произошло, является следствием его поведения. И его проблем. И его потребностей. Которые он удовлетворял. Он ущерб вам. Далее. Он общается с другими девушками. И, в принципе, это можно было бы назвать внутренней слабостью. Ну, на расстоянии. Молод. Хочется там. Ленского внимания. Понятно. Вы узнали. Казалось бы. Ну, осознай ошибку. Убеди свою девушку в том, что все равно ее любишь. Все равно хочешь с ней быть. Мужчина вместо этого, начало обвинять вас в недоверии. Начало обвинять вас в том, что вы к нему плохо относитесь. Хотя, именно он выступил инициативом того, что с вами произошло. Именно он поставил под сомнение ваши отношения, а не вы. Но об этом как-то уже забылось. И теперь, когда мужчина понял, что ваши отношения требуют для него слишком много усилий и затрат, он сказал, что он не любит вас. И это уже неважно, правда или нет. Если у него чувство к вам или нет, чувство недостаточно сильное для того, чтобы бороться за вас. Чтобы прилагать усилий ради сохранения отношений, чтобы стремиться к чему-то. И вас можно понять, вы чувствуете себя преданным, брошенным, оставленным в одиночестве, использованным и так далее. Но на деле, такой мужчина, непостоянный, не готовый к трудностям, до конца неподрослевший, не сделает вас счастливой, не принесет вам счастья, защищенности, стабильности. И вы с ним были, были постоянной опасностью. Потому что вот это вот его нежелание бороться за отношения и преодолевать трудности, рано или поздно бы проявилось в чем-то другом. Но проявилось бы позже, когда у вас уже было бы что-то общее, может быть вы бы жили вместе, или может быть даже поженились. И тогда ваш разрыв переживался бы вам гораздо сильнее. Тут нужно воспринимать расстояние и сложившись в ситуацию, как катализатор, как более быстрый способ скрыть ваши отношения и показать, к чему же, собственно говоря, они привели. А привели они к тому, что вы подрослели, мужчины, мужчины нет. Вы были готовы к тому, чтобы за отношения бороться, мужчины нет. Вы готовы прилагать усилия для того, чтобы сохранять отношения, чтобы строить их, мужчины нет. И это означает, что вы немножечко себя самообманывали. В каком плане? Вы любили и любите отчасти не его. Вы любите того самого парня, с которым начали встречаться. Того, может быть, веселого, интересного для вас молодого человека. Но вы с того момента повзрослели, и теперь у вас появились другие требования. Другие предпочтения. Вам теперь нужно другое немножечко. Ведь вы уже не подросток. Вы уже взрослая женщина. А мужчины этим требованиям не отвечают. И поэтому то, что вы сейчас чувствуете, это нормально. Вы потеряли родного человека, которым у вас было много общего. Кроме того, это первые отношения ваши, и понятно, что они особо на наших путах. Тем не менее, ситуация показывает, что эти отношения обречены на провал. Просто потому, что вы изменились оба, и эти изменения сделали вас слишком разными. Так бывает. Вам нужно понять, что вы испытываете чувства не к реальному человеку, а к образу, который у вас в сознании. Реальный человек, скорее всего, ничего общего с этим образом уже не имеет. А в реальности это другой человек. В последнее время и он, и вы были друг с другом по инерции. Но если вы готовы были с ним дальше быть просто потому, что вам было хорошо, он был вам дорог, то он нет. И это означает, что такие отношения невозможны. Чтобы забыть его, вам нужно изменить свой образ жизни. Во-первых, максимально общаться с своими друзьям и знакомыми, другими мужчинами и так далее. Чтобы почувствовать мужское внимание со стороны. Чтобы ощутить, что мужчина, который вас бросил, попросту не оценил, кто вы такая. Не понял, кого он потерял. Другие мужчины дадут вам это понять, другие мужчины показывают вам вашу привлекательность, востребованность и прочее. Новые впечатления вытеснят из вашего сознания все негативные эмоции постепенно. Потому что сознание не способно воспринимать больше определенного количества элементов. И когда все, что касается молодого человека, будет вытеснено, при активном образе жизни, при постоянном уставании, при отсутствии свободного времени, останутся только лишь истина. Истинные чувства. И истинные чувства будут, скорее всего, означать привычку. Вы привыкли к молодому человеку. Связано это с тем, что если он вас бросил, значит он вас не любил. Если он вас не любил, то мы не могли этого не чувствовать. И любили его, скорее всего, в одностороннем порядке. Любовь в одностороннем порядке плюс игнорирование изменения чувственного фона со стороны партнера – ничто иное, как нужда в человеке. Вы нуждались в нем, вы нуждаетесь в нем. Потому что с ним вы не чувствуете себя одной. Бег от одиночества делает мужчину средством для вас. То есть он для вас средство от одиночества. И таким образом вы от него зависите. То, что вы сейчас чувствуете, есть проявление зависимости от него. И чтобы от зависимости избавиться, нужно следовать тому, что я указал. постепенно адаптируясь к новым реалиям и корректируя свое поведение. Только так можно забыть пожилого молодого человека. И понять, что если он ушел, а вы его любите, то он без вас счастливее. А раз он без вас счастливее, то вам нужно за него порадоваться. И как он начал жить дальше, так и вам нужно продолжать самостоятельно жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарны.